всем привет добро пожаловать на мой канал с вами снова настя сегодня я решила поснимать вам свои орхидеи что у меня сейчас цветет в июле месяца и давайте начнем с этой вот не знаю даже как назвать ну красавица конечно которая уже видите лепестки такие гофрированные вот-вот отцветет красотка это красавица падала цветы держит довольно таки долго но видите в конце уже вот где-то не знаю наверно больше двух недель она вот держит их вот в таком состоянии я каждый день жду что она вот-вот их от суши что все они сейчас завянут но они держатся продолжает радовать цвета меня будда трэжа делала вконтакте фотографии столько лайков набрал этот красавчик а вот такой вот милашка ну знаете я бы сказала на любителя сейчас я вот очень много замечаю что многие любят более такие крупноцветковые орхидеи и я могу себя включить в это число сейчас больше уже начинаю предпочитать таких голландцев что ли ну либо азиатов которые с крупными цветами ну будто пока что вроде бы нравится я вообще в этом году очень сильно сократила коллекцию по причине того что решила оставлять только то что мне по душе конечно если было бы желание можно было бы оставить всех но как-то знаете думаю что нужно слушать свое сердце и если хочется нужно прощаться с орхидеи вот такая вот красавица монза или монса как правильно у меня начала распускаться то я первое домашнее цветение пока нравится опять же не могу ничего сказать плохого о ней очень даже очаровательная у нее губа крапушки даже присутствует на нижних лепестках милая очень милая орхидея но вообще мне казалось что она была немного более яркой что ли когда я ее только приобретала в магазинном в общем цветение сейчас она такая большая желто-рыжая красноты вот этих румяных щечек очень очень мало но все равно нравится на заднем фоне надувает бутоны пройти романс пройти романс в этот раз не густо меня радует но у нее листовой массы мало чтобы выдавать из пазух листы и она опять съедает вот видите уже листик съедается она мне вообще такая дама любительница по сбрасывать листья большом количестве листьев я ее не наблюдала иногда держит по 3 максимум 4 листа здесь у меня наконец-то я вам покажу цветение лакуна за silver так наверное надо как-то снизу хое лакуна за silver splash наверно да как то так ее название очень она у меня разрастается ну очень прям вообще сильно сильно что я ее даже отрезала и у меня получились череночки так что если кому то надо могу даже поделиться с вами черенками напишите мне вконтакте спишемся стоимость небольшая ну что я буду же ей продавать дорого такой вообще очень быстро растущий сорт хотя кто смотрит меня давно те знают что я покупала черенок все вот на два таких узелочка два узелочка дали мне один рост и вот посмотрите это еще она уже после стрижки вот вот здесь рост видно в общем она вся вся у меня в ростах просто не знаю цветет кстати очень очень часто постоянно но вот сейчас такое ощущение что у нее какая-то стадия покоя что ли приходит потому что вот на вот этом цветоносе уже не видно образование бутонов а до этого вот цветонос только отсветет тут же на нем снова бутончики образуются а сейчас я не вижу их здесь у меня азиатский подросток без названия с номером если найду фото то вставлю если не найду уж простите вот тоже ждут светение и будем потом смотреть будет ли она у меня оставаться или нет такая знаете крупная рыжая орхидея я бы сказала здесь у меня новый цветонос у дикого кота растет старая отрезала вот новый там у меня пилорик тоже от всего наконец-то очень долго держал цветы тут спрятался сладкий сидор и опять у нас цветоносом только целый тут же выдал новый цветонос но люблю этакие орхидеи которые радуют меня частным цветением и этот ушастый заяц кто это это красавица у нас я забыла тарина да турин тарина кто как называет здесь свои плети спускаю все ниже и ниже не очень-то конечно так презентабельно смотрится то что как-то вот и думал попышнее будет но вот пошло вот от горшка там ответвление ну куда-то наверх это хоя было но вот ее цветение мне очень нравится мне очень красивые цветочки когда распускаются она постоянно постоянно растит цветоносы постоянно цветет вот знаете но только она еще и сбрасывать очень любят вот эти цветоносы но по три цветоноса она мне распускала и смотрится очень красиво мне в telegram девушка одна скидывала цветение этой беллы не на балконе она так пышно разрослась и знаете наверно она просто вся усыпана цветами это такая красота вот этого я конечно очень хочу добиться не знаю цветет она только летом и весной или же круглый год вот этого я пока не могу сказать и кстати у был у меня тоже череночки 2 есть если кому надо пишите в конце видео я обязательно покажу я в прошлом видео по моему обещала и не показала в этом видео точно постараюсь показать но и давайте пойдем другую комнату зал наверно в комнате я сейчас особо мне нечего показывать спальной комнате у меня там сладкая девочка цветает и остальные орхидеи растят только цветоносы микки кроун у меня биглипчик у меня там но в общем бутоны не особо интересно смотреть наверно дождем соцветение потом обязательно покажу так а теперь перейдем к окошку в зале здесь у меня три цветочка держит вот это вот красавица нежнятинка ну видите у нее такой странный цветонос пошел она может быть даже на конце даст детку но я не уверена старый цветонос который давал детку и вот у нее еще снова новый цветонос пошел вот уже к окошку тянется так рядышком здесь тоже уже начинает отцветать но доращивает сапфир интересно так один цветонос полностью сбросил цветы но и даже наверно зажелтеть сейчас съесть его а вот этот цветонос он держит и планирует даже продолжить сапфир вообще странная орхидея вроде поливаю вроде бы как она всегда во влажном мухе находится но вот нижние листья как будто постоянно без тургора такие какие-то вяленькие что ли и туда же грибок смотрите пошел в общем странная такая сока лауренс оказывается он выбирает он тасковичок ароматный но выгорает сейчас вот стояла у нас жара хоть и жалюзи закрыты жалюзи но она все равно под выгорела видите какая бредненькая все равно конечно красивая орхидея ну вот знаете кого еще нет она выгорает здесь тоже уже уже так порядком выгоревшие ирэн дубкин на два цветоноса легендарная моя орхидея когда сокращала свою коллекцию продавала еда и выставляла меня постоянно спрашивают они продаю ли я ирэн дубкин нет ирэн дубкин я не продаю и не собираюсь но я думаю что их и зрители мне этого не простят просто не простят потому что но это моя любимица и многим на моем канале она нравится многие посмотрев на мою ирэн дубкин тоже захотели и приобрели ее я надеюсь что вас также радует ирэн тоже знаете она очень такая интересная дама вот она сейчас влажная стоит тоже но вот листья у нее какие-то такие непонятные как будто тургор потерянный тут что-то появилось как будто вода туда затекла когда он рос листик хотя такого не было точно я ее не поливаю под душем потому что она все время цветет и вот тут вот тоже как будто божок не понимаю как-то в центре точки роста какие-то может быть это отек такой очень боюсь ее потерять последнее время потому что знаю что ирэн дубкин говорят очень капризная она так раз и все но вы меня понимаете да такая вот у нее уже розеточка кто не знает этой орхидеи уже наверное два с половиной или три года но в общем она меня цветет бесконечно как вот цвела первый раз так и все здесь вот корешок вот видите веламин отсох вот такие вещи надо сразу же убирать сприл что ли я не знаю чем ладно так а рядом такая вот красавица здесь даже две красотки и они одновременно выдали мне по одному цветоносу и здорово что они одновременно потому что ну один цветонос как-то бы не очень наверно смотрелся сейчас спущу сюда сейчас она мне подарит сразу два цветоноса два цветения такое будет пышненькая надеюсь так название этой орхидеи purple джемпинг вот такая вот лапушка очень-очень жду потому что это первое цветение и мне очень интересно какое же она будет а вот там за ирэн дубкин стоит у меня ну два цветочка всего лишь остались это batman green batman поэтому я даже не буду доставать его показывать ничего а здесь вот наверху наверное тоже лучше спустить вообще я не боюсь орхидеи трогать во время цветения во время роста цветоноса вот это многие говорят не нужно теребить как же не нужно нужно любоваться как-то до этими красавицами поэтому я думаю что лишним не будет что и если я немножко приближу к себе вам покажу о она еще там бутон доращивать было три бутончика то она конда я не назвала было три бутона и вот вижу что дорастила тоже такая знаете своеобразная орхидея не обильно цветущая уже которая третий цветонос у меня домашний третье цветение получается ну и вот посмотрите у меня не обильно цветущая поэтому для любителей пышного цветения она конечно не подойдет если бы она еще и пышно взяла ну прям цены бы и не было наверно и розетка посмотрите у меня она много листьев не держит тоже максимум три я так обрадовалась вот этот листик вырастила думаю теперь у нас будет 4 и вот пожалуйста тут же на его отсушила нижней вернее и получилось у нас снова три листика ну вот такая вот она она кондочка такая вот красота а еще и пока не забыла тоже сбрасывает цветочки уже но вроде бы как доращивает бабочка golden down вот она вот она дорастила и более желтые кстати вообще мне кажется цвет зависит от температура в жару когда бутончики закладываются они более бледные что ли цветы распускаются в общем тоже уже такая не особо презентабельная вот тут почему-то сбросила да тут держит там также посерединке сбросила вот тут водоращивает но все равно милая милая орхидея красивая такая вот и кстати до ароматные так добрались мы с вами до балкона а на балконе у меня здесь вот что распустилась это анна грин дендрофаленопсис признаться честно я думала что попрощаюсь с этой с этим дендробиумом он потому что нападение было клеща и я лечила санмайта обработки ты делала пока клеща не видно и она даже зацвела но еще ее так обрабатывала что вытаскивала с ее грунта росла на во мхе потом на быструю руку посадила просто в коко торф и видите корней вообще половина сгнили и вот я вижу новый пошел кавишочек в общем я думала что я ее потеряю потому что она сгноила большое количество корней но вы знаете держится орхидея держится вот такая вот она анна грин даже с гнилыми корнями умудрилась зацвести такая вот чудом а вот здесь у меня стоят черенки моей лакуна за сильвер ну вот я их так посадила по по два листика да и вот смотрите такая вот есть вот это вообще даже надумала свести но я мне кажется она сбросит наверное фокус ну вот как то так в общем кому надо пишите но было бы круто если бы с моего города кто-то стеж королы приехал и забрал так по почте наверное ну по одной штуке нет смысла отправлять ну вот у меня смотрите а вот такой вот даже длиннющий уже есть смотрите какая красота лакуна за сильвер очень красивая хое и вот здесь у меня еще тоже есть кое-хое карноза река лоркой простите тут ведра стоят тоже укорененные черенки вот они корешки тоже видите несколько штук и тоже укорененные он уже даже какое какой рост шикарный пошел это а я забыла забыла а вот тут у меня название где-то вот у самого мамочки есть матильда да матильда вот она мамочка она у меня цвела я ее так вот плиту по мне вообще все ходят цели кроме crimson queen который вообще отказывается у меня расти почему-то они очень похожи с карнозой только у них это стрелись нас наоборот местами серединка зеленая краешки белые карнозы вот так вот и в общем то а вот карноза у меня еще вот это взрослая вот она висит она растет сейчас уже медленнее растет ну хоть и смотрите она куда поползла в общем я ее тоже чикнула попробовала укоренить и очень даже хорошо все пошло кому нужно нужно черенки хой пишите отправлю почтой но опять же я не знаю как я буду ли я отправлять по одной штуке можно если раз-два например там три-четыре но вы видели какие еще вот ходить есть против солнца плохо видно вот зачем мне это надо было если честно я себе хлопоты сделала на черенковала насажала объявление подавать мне лень вот видео только если вам скажу кому надо пишите отправлю или сишкара вы кто-то меня смотрит приезжайте адрес я вам напишу в контакте мне напишите или здесь комментариях общем созвонимся спишемся ну вот и все вот еще хочу похвастать это у меня колладиум и такие вот лапу шарики здесь растут вообще обожаю на балконе когда растений много хорошо летом им тут и вот еще колладиум мне даже деток дал в общем всем пока пока до новых встреч решила я вам в комнате тоже поснимать что у меня растет пусть и не цветет ну вот пират пикати видите последний бутончик цветочек остался вот от цвета я долго кстати держал вот цветоносы можно видеть съедает отрезать уже там у меня я лу расти цветонос здесь все на цветоносах все такие умнички но пока пират пикати конечно не выдал отдыхает crimson queen которая у меня не растет вообще один листик дала вот он и все больше не хочу говорит далее здесь у меня цветонос растит легата моя второе будет ее цветение уже и вот такой вот уже цветоносик и вот ушки старый цветонос тоже надо отрезать сломался так там деточка ой-ой-ой сан сетла листик растит ну в общем как-то так растет новый листик цветоносов естественно нет она еще маленькая она один раз цвела на два цветоноса но я теперь хочу чтобы эта деточка мне вырастила много листьев и дала уже такое взрослое цветение а crimson queen я в общем она у меня видите не знаю не растет что делать я не знаю то может быть вообще отрезать и переукорените как то может это ее простимулирует напишите ваше мнение может быть у кого-то такая ситуация была и вы знаете как это можно простимулировать в общем не растет хотя очень-очень мне нравится это такое на красивая когда она растет и вот такая вот это у меня альба маргината вот тоже росла 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 я и кстати больше горшочек пересадила потому что в том маленьком она уже не успевала напиться все высыхала и в общем росла 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 и в какой-то момент она вырастила и вот здесь она до сюда отсушила ростик и теперь у нее получается . роста сушена и скорее всего откуда есть откуда-то из пазух листьев пойдет ответвление наверно да и вот опять же у меня тоже дилемма может быть и отрезать не знаю так вообще планировалось на дуге и формировать но вот пока не трогаю и садила только в большой горшок смотрите какая-то настя взяла бросила туда цветоносую сахши старый так сладкая девочка вот такая вот картина два цветочка остались у нее вот на этом цветоносе и я хочу отрезать цветонос наверное вот досюда и здесь также потому что она имеет такую способность как со старых цветоносов процветать и вот у нее новый листик кстати пить хотят надо поливать так здесь деточка малышечка почему-то вот я смотрю она из-за жары что ли вот от шейки корешки загнили но опять же есть молоденький это наверное я ее просила мужа полить орхидейки и они этого уезжали это мы уезжали в деревню и я на то что надолго посильнее наверное поливала и в общем вот она у меня наверное изгноила немножко корочки в общем не буду я нам уже сваливать конечно так микки кроун микки кроун у меня вот посмотрите такой вот длинный цветоносик растит раз два три 4 5 ну как длинный вот 5 цветочков жду от нее больше она мне нет свела у нее цветение всегда либо надо ращивать либо такое вот пышное цветение очень жду от нее наверно нужно в горшок горшочек побольше ее пересадить после того как она цветет потому что это видите такой транспортировочный горшок и вы ухты давайте похвастаюсь вам ее корнями смотрите просто все в корнях конечно она уже просится пересадки нужно срочно ехать в лес за корой и пересаживать пересаживать беглибчик кстати помните у меня был желтый беглиб я ее по осени заказывала с одной группы вконтакте в общем она у меня сгнила резко абсолютно резко на ровном месте шея сгнила но опять же такое бывает летом я не расстраиваюсь сильно раньше я очень переживала за каждую орхидею сейчас уже нет и вот такой вот цветонос беглиб принцесс у меня белым варианте который цветет выдала и вот еще один цветонос в общем ждем красивого пышного цветения какому-то нам невысоком аж по пробке она сидит пробка сверху мух и вот такие вот корешки у нее так давайте отодвинем ее аккуратненько и посмотрим вот эту это мне белая орхидея она отдыхает долго цвела сейчас новые листики я вижу пошел смотрите что у нее корни творят они вот тут вот я даже сломала они уже вросли в подоконник вросли стену видите как ползут как змеи ну вот так вот и вот здесь тоже все все вросло вот она какая коренастая да в общем вот такая вот орхидея белая но я ее уже однажды омолаживала сейчас вот я не знаю что с ней делать вот она растит где логика что с ней делать как делать чтобы остановить такой бешеный рост корней не удобряя ничем вот она вот такая ну и цветет она конечно очень очень пышно но в общем сегодня мне очень длинное видео я надеюсь вы до конца досмотрели его обязательно ставьте лайки пишите комментарии меня это очень очень стимулирует снимать новое видео последнее время очень мало видеороликов выходит потому что но лето-лето я думаю что пройдет сезон огорода сада и конечно все возобновится и будем снимать с вами видео я на это очень надеюсь и никуда не пропадала канал не закрываю ну вот нету времени плюс еще маленький ребенок нужно как-то под него подстраиваться цветочек упал сладко девочки ну и конечно нужно приводить порядок цветоносый обрез сейчас я это в принципе сделаю ставлю вот этот пока этот отрежу полью всех в общем всем спасибо за просмотр всем пока пока